Всем здравствуйте! Только завершила записывать расклад и нашла несколько минут. Думаю, сейчас давай быстренько отвечу на вопрос и проведу беседку. Вопрос был от Елены Данилиной и звучит он следующим образом. Здесь несколько вопросов. Я зачитаю сначала все, а потом буду отвечать по пункту. Значит, Добрый день интересует, почему быть в позитиве и не выражать негатив на обиду – это плохо? Как аннигилировать злость, чтобы не навредить себе и другим? Если в человеке сущность, то как с ним общаться без вреда себе? И можно ли освободить душу и тело близкого человека от этого зла экологично? Много таких разноплановых вопросов. Постараюсь ответить, как я это вижу. Значит, первый вопрос. Почему быть в позитиве и не выражать негатив на обиду – это плохо? Ну, начнем с того, что что плохо, что хорошо. У каждого это свое. То есть наша жизнь, она в том-то и заключена, чтобы мы для себя самостоятельно понимали, что есть плохо и что есть хорошо. Но, к сожалению, может быть, к счастью, не знаю, эти понятия «плохо» и «хорошо» нам передаются нашей семьей, да, когда мы только еще маленькие дети, а потом в дальнейшем нашим окружением, близкими, родственникам, и чуть позже уже социумом навязывая какие-то определенные правила. Поэтому здесь как раз-таки у каждого человека свой индивидуальный путь, и вы должны отдавать себе отчет, каким путем я хочу пойти. Если вы идете путем, когда я сам познаю для себя, что мне хорошо и что мне плохо, то это всегда будет идти вопреки общепринятым каким-то правилам. То есть принятое правило, когда человек радуется – это хорошо, когда он плачет – это плохо. С точки зрения развития нашей души непосредственно нет ничего плохого, либо и хорошего. Почему? Потому что как мы понимаем, что есть плохо, а что есть хорошо? У нас есть какие-то убеждения, и у нас есть какие-то ценности, какие-то принципы. Кто нам их прививал? То есть родители, да, которые говорили, засунешь там, я не знаю, руки в розетку, тебя убьет, ну, либо ударит током – это плохо. Плохо почему? Потому что, ну, это опасно, допустим, для твоей жизни. Есть другие моменты, когда, не знаю, садишься за стол, да, и там, я не знаю, держишь, например, ханкали, они такие скользкие руками. Кто-то говорит, руками либо курицу, руками либо рыбу. Руками кушать нельзя, да, это плохо. Опять-таки, почему это плохо? Потому что есть какие-то правила. Кто эти правила устанавливает общество? Ну, хорошо, здесь, опять-таки, вы сами решаете, да, что есть хорошо, что есть плохо. То, что плохо для одного, это может быть хорошо для другого. Здесь вот все чисто субъективное. Поэтому, почему быть в позитиве и не выражать негатив – это плохо? Ну, я не могу сказать, что это плохо. С другой стороны, смотрите, есть люди, которые смотрят на мир вообще позитивно. Они во всем видят позитив, они видят, ну, в этом какой-то свой особый смысл. Есть люди, наоборот, пессимисты, которые во всем видят все плохое. Опять сказать, что одни правы, либо другие правы, ну, нельзя. У каждого вот свой подход и у каждого свое восприятие мира. С другой точки зрения, если, насколько все в мире сбалансировано, если очень много радости в жизни, то для того, чтобы был баланс, да, всегда вы познаете противоположную сторону медали. Но это вот как раз-таки в контексте баланса, да, это не потому, что это плохо либо хорошо. Потому что все должно быть в балансе. Поэтому, если быть в позитиве и не выражать негатив на обиду, ну, не выражайте вообще негатив, да, если, ну, у вас его нету, не выражайте. Но, с другой стороны, если он у вас есть и вы его подавляете, то здесь вам нужно подумать, что что-то, видимо, не так, да, но так или иначе где-то прорвется. Опять-таки, выражать негатив на обиду, что кто-то обиделся, и ваша реакция какая должна быть. Вот я как раз-таки записала расклад про эмоции. Посмотрите, там есть ответы на эти вопросы. С моей точки зрения, если кто-то обижается, это его право. То есть это его видение, это его мировосприятие. Нужно ли обижаться или нет? Опять-таки, нужно, не нужно. Здесь все такое двойственное и все чисто субъективное. Хочет человек, обижается, да, вопрос, как вы на это будете реагировать. То есть здесь все вопрос связан с вашей реакцией, как вы будете реагировать. То есть я считаю, что если кто-то, допустим, хамит, это не значит, что я тоже должна так себя вести. Но, с другой стороны, быть, опять-таки, выражение, с волками жить по волче выть, вот, оно тоже уместно. Поэтому здесь я бы сказала, знаете, всегда надо поступать по обстоятельствам, по ситуации. Потому что один и тот же человек, имея одни и те же принципы, в разных ситуациях он будет поступать по-разному. То есть он может, например, человек быть таким правильным, да, и никогда никого не предавать, все время говорить правду. Но если он попадет в ситуацию, где на кону будет стоять его жизнь, да, то есть его поевали террористы и говорят, что вот либо я тебя сейчас убью, да, либо убью, например, там, твою семью, либо ты мне вот выскажешь. Вот здесь как раз-таки в такой ситуации, как ты себя поведешь, я не знаю, ну, можешь ли ты как-то со своими принципами и своими ценами поступиться, там, я не знаю, за свою жизнь, либо за жизнь других людей, близких, например, к тебе. Здесь все чисто субъективно по ситуации. Поэтому на такой вопрос я так отвечаю. Следующий вопрос. Как аннигилировать злость, чтобы не навредить себе и другим? Но первично надо понять, почему вы злитесь. Если вы злитесь, это ваша реакция на что-то. Реакция, то есть непринятие чего-то. Злость, это когда, вообще любая реакция, это когда мы что-то не принимаем. Потому что если мы принимаем, мы спокойно ко всему относимся. Вообще, ну, не холодно и не горячо. Если мы на что-то агрессируем, да, злимся, мы чего-то не принимаем. И вот здесь вот нужно просто разобраться, что именно вызывает вас эту злость, да, а что вы в себе, возможно, не принимаете, либо какую-то ситуацию, либо какие-то моменты, либо что-то вам не нравится. Здесь однозначно идет непринятие. Почему? Потому что идет борьба вашего восприятия мира с восприятием мира либо другого человека, либо с миром как таковым. Да, то есть мир несправедлив по отношению меня. И меня это злит, да, потому что люди там, я не знаю, наступают мне на ногу, в автобусе, да, отдавливают и при этом не извиняются. То есть это может как-то злить. Но здесь нужно понять, да, почему тебя это злит. То есть здесь с собой мы разбираемся. А если это уже случилось, как можно поступить, не навредить ни себе, ни другим? Ну, эту эмоцию нужно выпустить. Ищите более экологичный способ выпустить злость. Ну, самый, наверное, для женщины экологичный – это заняться уборкой. Займитесь уборкой. Причем то, что вот где-то, знаете, какие-нибудь кастрюли там, где надо оттереть, где вот нужно прикладывать какую-то физическую силу, вот эту злость выпустите. Ну, вот это то, что мне приходит. Но вы можете на ум, вы можете найти себе какое-то вот другое проявление. Но однозначно через физику. Через какие-то не в голове, не придумывать. Не надо заниматься самоанализом в момент проживания эмоций. Да, она должна сначала успокоиться. И только после этого на холодный разум вы будете правильно подходить и анализировать. А в момент проживания ее надо прожить. Да, переключиться с этого на что-то другое, но на действие. Не на какие-то там мыслительные процессы, а именно действие. Приседайте. Вот я так говорю, да, приседайте. Как минимум, чем чаще вы будете злиться, тем лучше у вас будут ягодицы. Тоже красиво. Так, следующий вопрос. Если в человеке сущность, то как с ним общаться без вреда себе? И можно ли освободить душу и тело близкого вам человека от этого зла экологично? Начнем с того, что если в человеке сущность, здесь нужно понять, как вы вообще это понимаете. Я не исключаю. Не исключаю того, что есть сущность, в данном случае поселенцы или еще что-то такое. Во-первых, надо найти мастера, который бы это четко определил. Я не работаю с такими моментами, но я слышала в близком моем кругу, что был человек, у которого был такой подселенец. Он нашел себе мастера, с которым проработали. И потом как-то жизнь человека, у которого был подселенец, начала меняться. Знаете, такой еще момент. Пока со мной что-то не произойдет, чтобы я вот как-то сама поверила в такие... Есть моменты, в которые я верю. Ну, например, в моем понимании, именно в моем понимании Бога и Творца я верю. Я его, конечно же, почувствовать не могу, но проявление его я могу увидеть, могу почувствовать. И поэтому я в это верю. Ну, здесь вот касательно подселенца, давайте я так скажу, что быть честной максимально 50 на 50. То есть я и верю, и не верю. Вот. Ну, если предположим, да, то есть я всегда все допускаю. То есть если я что-то не вижу, это не значит, что этого не может быть. Может быть, допустим, в моем мире. Но если предположить, что подселение действительно есть, то тогда нужно просто обратиться к мастеру, которому вы доверяете, и который действительно может что-то с этим сделать. Как общаться без вреда себе? Ну, зачем вообще общаться с кем-то? Я не совсем здесь понимаю. То есть что вам это дает? То есть здесь какая-то, знаете, вот попахивает мне какой-то иллюзией, да, что вот я с кем-то либо с чем-то там общаюсь, потому что это что-то или кто-то или нечто дает мне какие-то ответы на мои вопросы. Знаете, вот ощущение того, что я хочу быть не тем, кем я есть. То есть для чего мне вообще нужны подселенцы, либо какие-то сущности, чтобы получать от них вопросы, что мешает как-то проживать жизнь без какого-то дополнительного источника. Но опять-таки я здесь вам ответить сто процентов не смогу. То есть как можно с ним общаться без вреда для себя? Всегда, знаете, в мире, так скажем, волшебства, где либо в астральный мир, когда люди взаимодействуют с астралом, всегда просто так ничего не бывает. За все нужно там платить. Своей энергией, своей силой, своим вниманием, либо что-то нужно сделать. Поэтому здесь тогда нужно будет как-то заключать какой-то вот контракт справедливый для вас и для этого подселенца. Не то чтобы что-то он у вас забирал, потому что забирать будет сто процентов. Как правило, это всегда наша энергия, жизненная энергия. То есть когда мы говорим, мы подпитываем собой разные сущности, это то, та наша энергия, которая нам дана для жизни, вы ее отдаете. То есть по сути вы коротаете свои дни тем, что вы отдаете. И вот я бы здесь просто задумалась, а готова ли я платить своей жизнью своими днями, которые мне отданы для того, чтобы получить какие-то там ответы на вопросы либо какие-то знания. Да нет, лучше я вообще откажусь от этих знаний, буду жить, наслаждаться жизнью, чем как-то взаимодействовать. Ну это опять-таки, я всегда говорю свою точку зрения. Вы спрашиваете, наверное, это все-таки вам интересно мое мнение, но оно не является единственным. Я про это всегда уточняю, меня спрашивают, почему вы все время про это говорите. Ясное дело, что это ваше субъективное мнение. Потому что мое субъективное мнение, особенно если люди мне доверяют, они считают, что это есть истина. А я как раз-таки всегда и говорю о том, что это не есть истина, это вот просто есть мои взгляды. Поэтому не забывайте это. Можно ли освободить душу и тело близкого от этого, близкого человека от этого зла экологично? Можно опять-таки, я знаю мастера, который может это делать. По крайней мере, был такой опыт. Не у меня лично, а у моего знакомого человека, когда мастер сделал. Опять-таки, могу ли я это как-то проверить? Нет. Поэтому не знаю, насколько это экологично или не экологично. То есть есть такие вещи, которые я никак не могу это проверить. А если я не могу проверить, я не знаю, как мне доверять или не доверять. Я склоняюсь больше к тому, что не доверять. Потому что мне нужно какое-то подтверждение, понимаете? А иначе я не могу поверить. То есть это не те моменты, где можно слепо верить, на мой взгляд. Вот такой ответ я дам вам, Елена. Ну, на самом деле, мир, он такой, знаете, скрытый. Вот эти вот все непроявленные вещи, они настолько непознанные, что здесь, ну, скажем так, моих знаний, моего опыта недостаточно. Он слишком, ну, минимальный, вот так скажу. Много чего я не знаю, много чего я не понимаю, и много чего я не вижу. И поэтому что-то кому-то говорить, рекомендовать, из того, что у меня у самой нету знаний, нет. Я не буду обманывать, я не буду. Поэтому вот что знала, то и сказала. Благодарю вас, Елена, за ответ. Если у вас тоже есть какие-то свои ответы, где вы хотели бы услышать просто мое мнение, чисто субъективное, пишите в комментариях под этим видео. Я обязательно прочитаю. Если мне покажется ваш вопрос интересным, это тоже главный такой момент, и я могу на него ответить, то я обязательно отвечу, потому что, ну, я не всезнающий, и на все вопросы отвечать не могу. Вот. А если я и не могу ответить, то, ну, смысл что-то записывать на эту тему тоже, понимаете, да, бессмысленно. Прощаюсь с вами. Всего вам самого лучшего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok